Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Кыргызстана до Колумбии. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Удача или смерть? Что ждет нелегальных мигрантов на пути в США? За последний год поток нелегальной миграции из стран Латинской Америки в США через протяженную американо-мексиканскую границу достиг новых рекордных показателей. Причем транзитом через латиноамериканские страны в Соединенные Штаты давно перебираются и жители совсем далеких государств на иных континентах. Почему с этим ничего не удается поделать? Что случилось в последнее время такого, что так усилило этот поток? Что думают и делают по этому поводу правительства латиноамериканских государств? А также с какими ужасами, опасностями и трудностями ежедневно сталкиваются миллионы мигрантов, проделывающие свой путь в тысячи километров на север, по джунглям, горам, пустыням, морям и рекам. Добираются ведь до границы США с Мексикой далеко не все. Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. А также в наших аккаунтах в YouTube. Проблемы нелегальной миграции вдоль южной границы США с Мексикой – уже основная политическая тема дебатов в Вашингтоне, затмевающая другие и влияющая на все остальное, включая перспективы дальнейшей помощи Украине. Особенно в преддверии выборов нового президента США. Пограничные власти Соединенных Штатов раз за разом заявляют, что скоро могут совсем не справиться с огромным наплывом мигрантов, в первую очередь нелегальных, которые продолжают скапливаться на сухопутной границе с Мексикой. Обо всем этом сегодня я беседую с живущим в Колумбии политологом, латиноамериканистом, профессором университета ИССИ в городе Кали Владимиром Рувинским. За последний год поток нелегальной и просто спонтанной миграции из стран Латинской Америки в США стал еще больше. Это уже вообще основная политическая тема в Вашингтоне, по-моему, которая в дебатах затмевает все остальные. Так что, ничего с этим поделать не удалось за последнее время? Я с вами согласен в том, что тема миграции является, пожалуй, главной темой политических баталий президентской гонки в США. Но, на мой взгляд, здесь есть несколько причин, и одни из этих причин, они фундаментальные, которые связаны с необходимостью кардинального, скажем так, пересмотра подходов к вопросу миграции в США, как одного из инструментов внутренней и внешней политики этой страны, ну и те, которые связаны с текущей конъюнтурой в США. То есть, в том, что касается фундаментальных причин, то ведь США на протяжении многих десятилетий рассматривали миграцию в страну как способ привлечения как, скажем, талантливых профессионалов, так и людей, которые готовы сделать какие-то финансовые вложения в экономику этой страны. И эта политика продолжается. Но в то же время, безусловно, увеличивается поток мигрантов, которые не подпадают под эти две категории. Здесь тоже есть легальная миграция, скажем, те люди, которые имеют родственников в США, получают ВНЖ для восстановления семьи, ну или получают политическое или гуманитарное убежище. И, скажем, вопреки тому, что, наверное, бытует в сознании многих людей, которые читают о этой проблеме в США, то США на сегодняшний день это, скажем, вторая после Германии страна, которая предоставляет право там жить по гуманитарным основаниям. Кроме того, есть лотерея на получение грин-карт. И в любом случае в США легально количество людей, которые получают там вид на жительство, составляет более 1 миллиона человек каждый год. Ну а то, что касается конъюнтурных причин, которые связаны с нелегальной миграцией, то, безусловно, проблема в том сейчас, что вопросы нелегальной миграции, они стержень политических баталий, опять же, между республиканцами и демократами. И это все приводит к тому, что принципы этой миграционной политики, которые нужно менять, они не меняются именно из-за того, что любое изменение, оно рассматривается как демократами, так и республиканцами, как возможность получить или потерять очки в этой гонке. И вопрос, он серьезный. Один из основных, если даже не основной, вновь нужно это подчеркнуть, политической гонки в США, но кардинально политика не меняется из-за вот этих препятствий, которые существуют в настоящий момент. Каковы основные причины, по которым люди сейчас так побежали из Латинской Америки на север? Вот что случилось в последнее время такого, что так усиливает этот поток непрерывно? Или ничего особенного не случилось, причины просто лежат глубже, что называется, накопилось? Перенаселение, отсутствие работы и перспектив в странах, откуда эмигрируют, общая какая-то нестабильность, бедность и, главное, наверное, появляются новые возможности для этого? Возможности попасть в США ищут не только латиноамериканцы, хотя они, безусловно, составляют большую часть вот этих самых нелегальных мигрантов. И речь идет о южной, если смотреть с точки зрения США, или северной, если смотреть с стороны Мексики, границы, которые имеют протяженность более 3000 километров. На значительной части границы нет никаких физических препятствий, чтобы ее пересечь. То есть есть участки, где стоит стена, но это отнюдь не везде. И, кроме того, это, условно говоря, не берлинская стена или не фортификационные сооружения, которые были у СССР, где там, скажем, ходил пограничник с овакой, и был приказ стрелять на поражение в нарушителей границ. То есть, другими словами, соблазн просто так оказаться по ту сторону границы, просто перейдя вброд в другую сторону реки, он большой. Но в то же время эта ситуация ведь отнюдь не новая. То есть это всегда было, всегда были попытки пересечь границу не через какие-то официальные пункты пересечения границ, а именно вот таким способом. И то, что новое сейчас, это просто драматическое увеличение количества людей, которые переходят эту самую границу. Скажем, за последние годы при попытке пересечь границу было задержано более 6 миллионов человек. И это, безусловно, в разы больше, нежели в предыдущее десятилетие. И вот для этой новой ситуации, с моей точки зрения, есть несколько причин, которых раньше не было. Ну и первое, это то, что при президенте Байдене США кардинально уменьшили количество депортаций нелегальных мигрантов. Примерно в четыре раза по сравнению с первым сроком Трампа или то, что происходило при президентстве Обамы. Людям разрешают находиться в США, пока не разрешится тем или иным образом их вопрос. И это может занимать годы, в течение которых вот эти самые мигранты, они могут находиться в США на легальных основаниях. Другая причина, это опять же доминирование мнения среди вот этих людей, которые хотят попасть в США нелегально, что в США можно попасть легко и остаться. И здесь средства массовой информации, а также информация на уровне слухов, она является вот этим новым фактором. Ну и третий фактор, это то, что на сегодняшний день, к сожалению, это дело поставлено на поток криминальными структурами, которые раньше там промышляли переправкой мигрантов через границу. Но сейчас этот бизнес приобрел, ну просто немыслимые ранние масштабы. Скажем, здесь в Латинской Америке, чуть ли не в открытую, можно увидеть рекламные объявления о так называемых специальных турах в ту же Мексику, где последний день тура обозначен совсем просто. Посещение границы Мексики и США, и на этом тур заканчивается. То есть, я думаю, вот эти три основные причины, они привели к драматическому росту количества мигрантов, которые пытаются пересечь границу. Что думают и делают по этому поводу правительства латиноамериканских государств? И насколько они координируют свои шаги с Вашингтоном? Или, как всегда, все сложнее, и в каждом случае следует смотреть отдельно, о какой именно стране идет речь и какой там режим? Безусловно, надо смотреть отдельно. Латинская Америка – это очень разная, и интересы разных стран разные. Но особенно в том, что касается отношений с Вашингтоном. Ну и несмотря на то, что в целом для США Латинская Америка уже не является такой важной, как она была во времена Холодной войны, именно из-за того, что тема миграции является доминирующей темой во внутрополитической борьбе, как раз по миграции США продолжают и усиливают свое сотрудничество с Латинской Америкой. И здесь создается очень интересная ситуация, когда появляются страны, которые не столько и не только хотят сотрудничать с США в этом вопросе, но неожиданно получили определенные бенефиты от ситуации. И здесь можно привести два разных примера. С одной стороны, безусловно, США сотрудничают активно с Мексикой. Мексика очень сильно ужесточила в последние годы допуск на свою территорию любых людей, которые туда прилетают. То есть им необходимо объяснить и доказать, что они едут в Мексику с целью туризма, а не с целью того, чтобы пробраться на границу США. Но, с другой стороны, есть вот такая страна, скажем, как Никарагуа, которая пару лет назад отменила визы для кубинцев. И сейчас там масса просто кубинцев, которые прилетают в Никарагуа, и уже из Никарагуа начинают свой путь к границе США. То есть есть страны, которые, безусловно, сотрудничают с США, но есть и другие, которые ищут определенные бенефиты и, можно даже так сказать, пытаются найти какие-то новые рычаги влияния на Вашингтон. Известно, что страна, где вы живете и работаете, стала одним из главных перевалочных пунктов для нелегальной миграции. Почему им на Колумбе? Я не хочу, скажем так, оправдывать Колумбию или находить какие-то оправдания для этой ситуации. Дело в том, что Колумбия находится в уникальном географическом месте. То есть, с одной стороны, здесь Атлантика, с другой стороны, здесь Тихий океан. География в настоящей ситуации имеет очень важное значение, именно технологически, если хотите, точки зрения, как мигранты попадают в Колумбию. Это может показаться просто удивительным, но в настоящий момент, вот на этих лодках каких-то там по морю, то, что раньше, ну, просто было очень сложно себе представить, какие-то тысячи мигрантов попадают на территорию Колумбии. И эти лодки, они оснащены современными средствами навигации. И, опять же, постоянно в средствах массовой информации здесь сообщается о том, что затонула та или иная лодка с мигрантами. Но этот поток очень большой. С другой стороны, здесь есть наш сосед, Эквадор. Я думаю, тоже многие слушатели в курсе того, что в Эквадоре сейчас очень большие проблемы. Но эта ситуация с мигрантами и связь с Колумбией, она началась раньше, потому что Эквадор, еще во времена Рафаэля Корея, сильно облегчил правила приезда в страну. То есть, большинство жителей стран мира могут попасть в Эквадор без визы. Потому что в Колумбию не так просто попасть. Колумбия действительно требует визы от очень многих. Но те же, скажем, китайцы могут въезжать в Эквадор без визы. И тысячи вот этих китайцев, многие из которых оказываются в результате задержанными при попытке нелегального перехода границы США, уже там, далеко от Колумбии. Но они попадают изначально в этот регион мира, именно через Эквадор. И граница между Эквадором и Колумбией также неохраняемая. И там есть, опять же, нелегальные криминальные структуры, которые занимаются обеспечением вот этого транзита. И множество людей попадают в Колумбию через Эквадор, ну или даже через Венесуэлу, где тоже граница, она прозрачная. И после этого они вот как раз идут на этот перешеек между Южной и Центральной Америкой, где, опять же, налажен транзит. И начинается их долгий, очень сложный путь к северу, где в результате они рассчитывают попасть на границу с Мексикой. Вот давайте отдельно об этом перешейке, потому что очень много в последнее время пишут и говорят об ужасах, связанных с потоком нелегальной миграции именно на северо-западе Колумбии в этой так называемой малонаселенной, покрытой тропическими лесами, полосе Дарьен. Вот это перешейк, который соединяет вашу страну с соседней Панамы. И там люди пешком идут дальше через Панаму и дальше на север. Это такой крупный участок, совершенно не освоенный или мало освоенный еще территорий на карте мира, что уже редкость. Вот что это за место? Что можете о нем рассказать? Я именно в Дарьене не был, но я был в районе очень близком к Дарьену. Я хорошо себе представляю, конечно, что это такое, потому что я не знаю у наших слушателей какое представление о Южной Америке или о тропиках, да. Но это вот как раз те джунгли из каких-то, может быть, даже детских книжек для многих, для нас. Ну где, ну, абсолютная дикость, конечно. То есть это заросшая непроходимой какой-то вот этой растительностью местность, где есть какие-то тропы, там нет дорог. И по этим тропам идут вот эти люди, которых ведут проводники за определенную мзду. Но здесь есть еще один нюанс интересный, который связан с тем, почему именно эта такая зона не обустроенная, не освоенная. И этот интерес, он связан с наличием Панамского канала. Дело в том, что дорога по Америкам с Северной Америки Южную, она прерывается как раз в этом районе. То есть там буквально несколько десяток километров, где дороги абсолютно нет. И Панама всячески препятствует развитию этого района, потому что опасается, что если там получится как-то развить более этот район, то возникнет перспектива достроить все-таки эту панамериканскую дорогу, и она может оказать негативное влияние на те доходы, которые имеет Панама от эксплуатации Панамского канала. То есть здесь есть вот такой этот нюанс, и хотя периодические разговоры какие-то возникают о том, что давайте там начнем все-таки менять эту ситуацию. Даже идет речь иногда о построительстве какого-то сухопутного канала, так называемой альтернативой Панамскому канала, но Панама не настроена абсолютно как-то киновстреча вот этому всему. Ну, Дарьен, да, это единственное место во всей Северной и Южной Америке, где панамериканское шоссе знаменитое, прерывается, как вы уже сказали. Я сам был, кстати, в Дарьене с панамской стороны у индейцев Куна. Там же два народа проживает, Куна и Имбера. И о них сейчас говорят не очень хорошие вещи. Вообще об ужасах там говорят не только в контексте того, что там вообще скопились тысячи и десятки тысяч мигрантов, но и потому, что они подвергаются страшным опасностям на каждом шагу. То есть их убивают, похищают, грабят, насилуют. Почему власти Колумбии и Панамы вот так выпустили ситуацию из-под контроля? Потому что явно причастны к этому не просто индейцы, которые там архаичный или полуархаичный образ жизни ведут, но и явно наркокартели, всякие полувоенные формирования, ультралевые, ультраправые. Действительно, есть много критики. Недавно были опубликованы исследования, которые показывают, что как правительство Колумбии, так и правительство Панамы не предпринимают меры, которые все-таки могут принять для того, чтобы улучшить эту ситуацию. Оба правительства, как панамское, так колумбийское, они оправдывались после этого доклада. Но здесь есть несколько причин. С одной стороны, это опять же стратегическое видение, которое есть у Панамы по поводу того, что делать с этой территорией. И второе, наверное, не менее важное обстоятельство, это то, что все-таки эта территория очень большая. Это непроходимые джунгли. То есть для того, чтобы там попытаться что-то контролировать, там нужны очень большие и большие вложения. Помимо, скажем, коррупционные составляющие, помимо преступности, которые там есть. И кроме того, этот участок на границе между Колумбией и Панамой, он объявлен заповедником, объявлен, по-моему, ЮНЕСКО. Там даже если бы речь шла о том, чтобы какие-то вложения откуда-то бы появились, то есть началось бы что-то делаться, то возникла бы, опять же, проблема необходимости сохранения окружающей среды, которая не только в Дарьене, а везде, где речь идет об этом, она упирается во многие сложности, которая, скажем, в других каких-то местах просто не существует. Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира» вместе с политологом-латиноамериканистом Владимиром Рувинским. Скоро мы к вам вернемся. Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульмально, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с Владимиром Рувинским, профессором университета СССР в колумбийском городе Кали, продолжаем разговор о проблемах, масштабах и особенностях нелегальной миграции в США из государств Латинской Америки. Я еще помню, когда я подъезжал к территории индейцев Куна с панамской стороны, машина в какой-то момент наша уперлась просто в настоящий такой партизанский блокпост. Там висел их национальный флаг и было написано совершенно ясно по-испански и по-английски, что здесь панамские законы не действуют, а действуют наши собственные. Мы вот такое фактически, ну не знаю, не сепаратистское государство, но некое автономное сообщество, живущее абсолютно своей жизнью. И вот индейцев этих обвиняют в том, что они причастны тоже к нападениям на вот эти караваны мигрантов. Но так или иначе, там за пару лет на север прошли больше миллиона человек по джунглям, горам, через реки и так далее. И я смотрел статистику, кто идет в основном. Это уроженцы Эквадора, нами уже упомянутого, Венесуэлы, Перу и даже Карибских островных государств. Гаити в первую очередь. Вот вам, как латиноамериканисту, это показательно? Безусловно. То, что касается Эквадора, то ситуация в Эквадоре, не то, что она ухудшилась вчера или позавчера, она начала ухудшаться уже в течение нескольких лет. И для многих жителей Эквадора идея вот этой, если хотите мечта, попасть в США. И попав в США, они думают, что для них, по крайней мере, значительная часть проблем, связанная, во-первых, с низким уровнем жизни, во-вторых, с усилением организованной преступности и просто криминала в Эквадоре, она может разрешиться. Поэтому они ищут возможность попасть в США именно вот через эту южную для США или северную для Мексики границу. То, что касается Венесуэлы, то, скажем, этот процесс перехода через Дарьен связан с общей ситуацией Венесуэлы, которая, несмотря на то, что несколько стабилизировалась, но остается очень тяжелой. И речь идет, безусловно, о тех венесуэльцах, которые легально не могут попасть в США. Никто им не даст визу, потому что, естественно, их цель попадания в США это остаться там. И поэтому они ищут возможность попасть нелегально. Ну, а то, что касается Гаити, ну, там просто, безусловно, ситуация, ну, абсолютно катастрофическая. И, насколько мне известно, и то, что я читал, и опросы, которые были среди вот этих людей из Гаити, они говорят, что для них это просто последняя возможность, для них просто не осталось никаких других вариантов, и они готовы платить последние деньги криминальным структурам для того, чтобы попытаться выбраться из этой ситуации и оказаться в США. Ну, да, Гаити находится очень далеко, за сотни, может быть, тысячи километров, как вместе с другими карибскими государствами, там, через Карибское море, причем на север. Географически вы уже объяснили, но все равно ведь удивительно, да, стремясь попасть в США на север, они сперва попадают через море далеко на юг в Колумбию. Нет, ну, это просто, вот я хочу опять же поделиться собственным опытом. Есть такой остров у Колумбии, Сан-Андрес. Он находится недалеко от Никарагу, очень близко к Никарагу, на самом деле, очень далеко от Колумбии. И есть еще другой остров, опять же, колумбийский, близко к Сан-Андресу. И чтобы попасть на этот остров, его название Провиденция, нужно или лететь на маленьком самолетике, что, в общем-то, сложно и дорого, или на вот каком-то там скоростном судне, катамаране. И я несколько раз это делал. И, в общем-то, ощущение по бурному морю, открытому на судне, которое, в принципе, абсолютно легальное и сертифицировано, но все равно не самое приятное. То есть ты там думаешь, а когда это все пойдет ко дну. И, тем не менее, также мне рассказывали недавно, что была ситуация в Провиденции, просто нужна была срочная операция одному человеку, и попасть на Сан-Андрес нужно было, потому что там находится большой госпиталь. И это было дело ночью. И, тем не менее, вышла лодка в море. Прошло это всю ночью, все это расстояние, и человеку успели сделать операцию. То есть это, конечно, позитивная новость, но это говорит о том, что на сегодняшний день, несмотря на все опасности, которые связаны вот с таким передвижением по морю, тем не менее, есть возможность, чтобы просто вот по морю попасть в ту же Колумбию. Ну, я уверен, конечно, что без масштабной коррупции и потакания всему этому на самом верху все это было бы невозможно. Понятно, что власти и силовые ведомства всех латиноамериканских стран причастных, они как минимум часто глаза просто закрывают на происходящее, лишь бы нежеланные гости ушли как можно быстрее там куда-то на север. Особенно власти маленькой Панамы ругают в этой связи. Тут какие-то большие подспудные процессы и большие деньги явно, которые предпочитают в тени прятать. Ну да, есть, безусловно, коррупционная составляющая, но есть и некоторая другая составляющая, о которой, в принципе, не то, что мало говорят, это известный процесс, но он с той или другой позиции может принести определенные бенефиты этим странам. И речь идет именно вот о переводах, которые потом даже нелегальные иммигранты делают свои страны, своим родственникам. То есть для многих стран вот этот денежный поток, банковские переводы, которые идут из США, люди, которые там работают и делятся потом этими деньгами со своими родственниками, со своими семьями, он составляет чуть ли не одну из самых главных основополагающих статей дохода для этих стран в твердой валюте, в долларах США. При этом ясно, что вот эту тропинку, раз разведали во всем мире, вот этот путь во много тысяч километров через Центральную Америку и через Мексику, где мигранты, которые прошли Колумбию, Панаму, вливаются в поток мигрантов, которые бегут из самих этих стран, к ним присоединяются, как мы сказали, мигранты вообще со всего мира. Эта тропинка, она никуда не исчезнет. И при этом там мигрантов по пути будут ждать новые бандиты, новые коррумпированные чиновники, новые, может быть, жестокие военные и полицейские. И как-то вот изменить все это в лучшую сторону никак не выходит, хотя об этом и США, и весь мир, и латиноамериканские лидеры знают. Явно в последнее время масса была всяких встреч, опять и конференций на эту тему, и вы сами в них участвуете иногда, насколько я знаю. Так вот, хоть какие-то новые, дельные, оригинальные идеи там звучат? Я думаю, что в последнее время наметился определенный сдвиг, по крайней мере, в том, что касается поиска долговременного разрешения этой проблемы. То есть появилось понимание, которого раньше не было, опять же, да, я участвую в подобных мероприятиях, конференциях и с теми, кто принимает решения в Латинской Америке по вопросам миграции. Появилось понимание того, что эта проблема завязана на какие-то кардинальные, фундаментальные изменения, которые необходимо провести для того, чтобы, по крайней мере, та проблема в тех масштабах, которые сейчас есть, она, по крайней мере, могла бы каким-то образом уменьшиться. И здесь вот это понимание привело к тому, что начали меняться способы поиска решений. С одной стороны, есть новые программы, которые предлагают определенные стимулы тем людям, которые намереваются уехать в США, скажем, которые задерживают в Мексике. и это тысячи, десятки тысяч людей. Им предлагаются, с одной стороны, единовременные выплаты, которые позволят, по крайней мере, части из них решить какие-то сиюминутные проблемы, действительно. Но речь идет о том, что эти программы стали более масштабными, в том числе те же Соединенные Штаты Америки сейчас финансируют часть этих программ. Программы, которые позволяют создать новые рабочие места. Ну и, в общем-то, идея в том, чтобы показать мигрантам, что о них кто-то думает. И кто-то думает, и после этого попытаться изменить, по крайней мере, для части из них условия, из-за которых они принимают решение бежать в США. С другой стороны, скажем, я сам участвовал в одном проекте пару лет назад, который был связан с венесуэльскими мигрантами, которые здесь, в Колумбии. И нам, что удалось помочь им сделать, это именно создать формальную уже организацию мигрантов, которые служат для того, чтобы они могли говорить с правительствами уже как организация мигрантов и каким-то образом попытаться создать новые условия, более благоприятные для них, именно которые позволили бы им чувствовать себя лучше в Колумбии и не искать возможность попасть в США, где, на самом деле, тоже ведь их не ждет, там такой рай, как многие из них думают, а ждет очень сложной ситуации. Напоминаю, что я беседовал с политологом-латиноамериканистом Владимиром Ровинским. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Юлия Голубева. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова